вроде достаточно людей зашло сейчас я еще позвоню кому возможно дух для кого-то звонок не прошел купил новый микрофон но настроить не успел поэтому старый поставил вот смотрите у меня сейчас должно быть на камере видно за недорогой там ты тысячи 30 помолимся во имя отца и сына и святого духа господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно слава отцу и сыну и святому духу и неприсно и во веки веков и царю небесным тешите до душе истины и везде саи вся исполняет сокровищу плаги ты жизни куда приди и вселись огни и очисти на всех из к верну и спаси благослови господи наши занятия и не допусти нам уклониться ни направо ни налево от истинного понимания смысла пребудь с нами в этот день тебе слава высылаем меня вообще хорошо слышно передайте пожалуйста начинали мы остановились на третьей главе как раз интересная тема евангелия иоанна 3 глава с 1 по 2 стих между фарисеями был некто именем никодим один из начальников иудейских он пришел к иисусу ночью и сказал ему рови мы знаем что ты учитель пришедший от бога ибо таких чудес какие ты творишь никто не может творить если не будет с ним бог толкование сам иисус не верял себе им и не передавал всего учения как истинно верующим проникая в сердца их салон 93 11 стих иеремии 17 10 стих и зная что о нем было в них что об нем было в них ибо от него не укрывалась каков был помысл каждому человеке по-видимому верующим такой почти был никодим верил и он иисусу и кажется говорил иудеем в пользу господа именно что нужно судить его по внимательным исследований иоанна 7 50 под 51 стих мы читаем да и после распятия при погребении он также показал много заботливости и щедрости однако же он не веровал как должно было придерживаясь еще слабости иудейской он приходит к иисусу ночью из страха от иудеев это мы читаем 19 главе 38 это стих с про страх иудейский он не обличает его грозным образом то есть христос его не обречает не говорит зачем ножки приходишь к утичу послал ему от бога почему не имеешь смелости ничего такого не говорит но милости разговаривать с ним о предметах божественных и высоких то есть он пришел ночью он боялся чтобы никто ли не узнал из иудеев что он к иисусу ходил с ним общался потому что за это могли его даже отлучить от синагоги немногие люди боялись но он хоть и боялся все равно пришел ночью и у ангелия туана 3 3 иисус сказал ему в ответ истинно истинно говорю тебе если никто не родится свыше не может увидеть царствие божие толкование кажется слова господа к никодиму не имеют ничего общего словами к нему никодима но для внимательного откроется много общего так как никодим имел понятие христе уничиженные а именно что он учитель и что с ним бог то господь говорит ему тебе естественно иметь такое понятие обо мне и вот ты еще не родился свыше то есть от бога рождением духовным но еще плотен и познание которое ты имеешь обо мне не есть духовное но душевное человеческое а я говорю тебе что и ты и всякий другой будете вне царстве если не родитесь свыше и от бога и не получше должного обо мне понятия и по рождение через крещение нося в душу свет дает и возможность видеть или познавать царствие божие то есть народного сына ибо сын может быть назван как премудростью божью так и царствием божьим думаю надо на этом моменте немножко приостановится и вот тут написано что ибо рождение через крещение вынося в душу свет дает ей возможность видеть или познавать царствие божие много ли у нас родились от крещения людей свыше если к примеру священство не крестит людей как положено и людей и люди даже не верующего приходят то есть человек приходит он не верит ни во что деньги заплатил его покрестили еще он от этого родиться свыше в итоге мы видим что нет не то что там половина там никого практически нет рожденных свыше потому что верующих то очень мало реально верующих но на таком уровне плотском люди уже понимают им передали что но иисус это бог а лично ли они это пережили лично верят ли они в это потому что а как проявляется вера то вот я тоже думал об этом ну вот если какое-то начинается гонение за веру или где-то что-то сказать за христа надо то нерожденный свыше он боится это сделать потому что для него вера это она всего лишь такая поверхностная он в это не верит он просто как бы да это как принадлежность к как чему-то большому к своему там традициям вот то что все крещеные ну иисус бог да но ведь если по сути по если он бог то чего чего тебе бояться то если ты за него ты говоришь то есть ты если ты перед людьми его исповедуешь и бояться ничего если ты боишься его перед людьми исповеду это значит и не считаешь его богом то на самом деле то есть вера никакой на самом деле нету в том что он бог это что он в его слова то есть никакой веры нету но формально на словах как догматически никаких нарушений нету как в принципе архипастори там наши они в принципе могут догматически никаких не произносить нарушений но рождены они от бога или нет с богом ли они пробивают написано кто духа крестова не имеет тот и не его и вот интересно кто-нибудь выскажите кого то есть какие-то по этому поводу заметки может вопросы какие-то ведь действительно верить на словах это одно а реально веровать шок иисус это личный твой спаситель это что он господь это ведь это дает две разные вещи и это все чем проверяется делом и проверяется слушай у кого то есть вот добавить вот здесь я открыл шестой толпу на тела пчел нашла вот и ответ его на этот вопрос что такое рождение свыше зачитаешь до рождение свыше так я его не сначала поскольку это объяснение а и выборочные рождение свыше предполагает ровно три этапа как говорит феофан затворник слышно да на все хорошо человек должен войти в благодать призывающие затем благодать обращающие и только тогда благодать освещающие иначе сказать призыв духа святого выразиться в том что человек призывает себя совершенно погибшим признает себя умершим осознающим свою духовную смерть то есть отвержение себя своего я происходит римлянам 6 23 ибо возмездие за грех смерть результат этого действия происходящие от живой проповеди о христе от призыва к покаянию и выражается признание себя совершенно и навечно погибшим гречником это как первая ступень которую не обойти никак иногда до этого достаточно чтобы с прежней жизни было совершить совершенно покончено этого достаточно иногда частично в этом трудятся и безбожники борющиеся за нравственность второй этап признание голгофской жертвы христа спасителя сына божия и бога истинного это благодать обращающие без нее чтобы не делал все мертвого если в первом акте участвует человек всем сокрушенным естеством своим то второй этап полностью зависит от бога 1 коринфянам 3 7 посему насаждающий и поливающий есть не что а все бог возвращающий будет ли дано покаяние если господь тронет душу и человек примет христа в свое сердце у верует в него тогда благодать обращающие соединилась с ним за благодатью призывающий иногда этого шага достаточно чтобы человек уже вошел в рай это мгновенная смерть или мучение за христа так так объясняется и слова христа и сказал ему иисус истинно говорю тебе ныне же будешь со мною в раю призвав христа своим спасителем нашим заместителем за наши грехи принимаешь веру и этот дар божий жизнь бесконечную римлянам 6 23 дар божий тире жизнь вечная во христе иисусе господи нашим римляне 324 получая оправдание даром по благодати его искуплением во христе иисусе и только к уверующему и спасительному кровь сына божий посылается с небес благодать освящающие который подается только в церкви через священнослужителей таинства церковные да но и тут есть продолжение но вот уже мне кажется достаточно это да да ну вот буквально чуть-чуть еще сейчас секунду и здесь же если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общению друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха деяние 22 16 и так что ты медлишь встань крестись и а мой грехи твои призвав ими господа иисуса in 653 иисус же сказал им истинно истинно говорю вам то что уже было сказано если не будете есть плоть и сына человеческого и пить крови его то не будете иметь себе жизнь такой ответ и гнасти книжек это правильно да на вопрос 1632 вот признание себя грешником да вот старту это самое стартово да и что как правило не имеется даже и этого этапа вот у сектантов у них как раз таки вот эти два первых этапа очень хорошо развиты это именно признание себя грешником и второе признание иисуса спасительным личным спасителем то есть первое призывающие и обращающую благодать у них на самом высоком уровне а освещающие ее просто отсутствует так как они не церковь то есть они не имеют таинства собственные крещение они прямо принять не могут и никаких таинств тоже если жизни в них быть не может и поэтому они собственно и толкует писание своей головы потому что в них нет жизни святой дух который это растолковывает это им не дает у них там доходит другой дух заходит хотя сами бог исповедуют они господа конечно святым духом потому что написано что невозможно исповедовать иисуса господом как только лишь духом святым есть еще кому-то добавить что-то пастырь православное какой какой образ бога показывает из из вообще никак подражать и мне как я христо апостол говорит и сейчас начнем подражать пастырем то куда уйдем одним словом никакого настоящего портрета иисуса христа в православии сейчас не найдешь в современном ну там надо искать и копать вот игнатий технич он нашел и показал вообще-то он там есть но показывать конечно тут действительно ничего что православие какой должно быть и какой мы сейчас имеем это два разных абсолютно по внешнему виду тем более и по даже содержание на тихоньче исключения вместе с братом своим 2222 двоих знаю ну вот вот допустим никогда вот я чё заметил ну то что признавать себя это просто вот но не распространяется особо что воздаяние-то за грех смерть что вообще-то еще в раю первое господь предупредил что за грех будет смерть и только ничего кроме смерти что господь никого никогда не прощает просто так то есть всего лишь то нарушил пост адам ну ему одну заповедь поста дали он ее нарушил и уже погибло сколько людей миллиарды то есть у бога планка другая и нас на вот этот на основании этого кожи на основании ты этого то понятно что тебе сразу нужен спаситель ты понимаешь что ты погибший ты сколько грехов я сотворил а если этого знания то нету что что вообще-то от греха то погибель идет человек когда он согрешил он все он уже труп ходячий он уже не живет именно поэтому ему нужно постоянно какие-то себе как бы мертвому при парке делать он начинает как-то там выпивать может начинает там ему гулять надо еще куда-то смотреть какие-то фильмы телевизоры постоянно как-то развлекать себя чтобы вот это мертвое состояние но ну его как-то пародировать жизнь если у человека есть желание вот этому ко всему поставить как-то себя развлекать именно вот таким образом то значит он мертвый потому что живого человека нет такого живой питается от слова божия и радуется от этого а если человек мертвый ему надо воскреснуть и вот господь как раз и воскрещает через крещение через обращение если и через покаяние если человек крещен но для этого надо признать себя погибшим уже и спасителем своего лично спасительного свой то есть иисуса своим личным спасителем не только за весь мир но и всем лично договори видишь тотальное усыпление любовью псевдо любовью вот все псевдо все прощением там вот это лечит они священники по вот усыпляют вот эту ну совесть что ли уже такое вырабатывается отношение к исповеди ну погрешу погрешу да пойду сдам на исповеди очередной свой перманентный из раза в раз повторяющийся грех и и вот вот в таком плане причастись потом причащусь заодно то есть вот этот любвизм очень сильно трезвение убивает но все убивает вот эти духовные начала положительные голливудский любизм голливудский народ нарушаешь пост из любви нарушаешь заповедь из любви нарушаешь каноны из любви все из любви любовь к немощи нашей у них так она не мужчины мы очень и у нас вот они это и в нас водятся собственно да из себя это вообще и загонять на самом деле потому что можно да а можно так сказать что тоже священство увы да то что не имеет само не может и поделиться сто сто процентов но так и есть что же невозможно об об указать где это можно взять у них получается рассказывать что-то у них получается рассказывать но именно вот указать говорить непосредственно богом обозначенный четко не конечно ну вот пользу получается великом инквизитор да как раз застоевского прям в точности братьев карамазов то описано как великий и мудрый дух дьявол говорит эти же самые слова христу он как бы приходит играть исправим твой поддых то есть господь то всех на крест ведет говорит что все отрекли себя они горят а мы убедим их наконец не гордиться ибо ты ибо ты вознес их вознес их и тем научил гордиться а мы им позволим грешить тихо умрут они тихо угас он твоими твой за гробом обрящут ли смерть говорят что ты придешь со своими гордыми могучими то есть он процветы говорит но мы скажем что они спасли лишь самих себя а мы спасли всех я дьявол то может быть любой там священник папа хоть кто патриарх ушел от гордых и воротился к смиренным мы разрешим слабосильной природе хотя бы и грех но с нашего позволения вот эту вот закваску вот я когда это понял что вот это именно закваска она является источником всякого греха в любом православном человеке пока вот эту закваску я себя не стал вытравливать все грехи постоянно повторялись один на исповеди день за не за днем то есть на самом деле там тайная гордость человек думает что ну я как бы грешу но я смирением это покрою то есть я буду это исповедовать из причащаться и за счет этого мне как бы все хорошо будет а другие люди они ведь не исповедуют это я вот смиряюсь то есть я тоже я грешник последний поэтому и повторять надо постоянно перед людьми но я буду смиряться и вот займет смиренного и вот меня господь спасет смиренного такого но как только каком-то в деле каких-то на в рабочих моментов тебя заденешь все у тебя все это сразу вылезает все твое смирение но куда-то улик улетучивается напрочь то есть даже не связанных а если уж ты ему скажешь о чем-то по духовным темам такому как меня к примеру и в таком состоянии если прибывает человек то это вообще он понесет так что лютого хуже всякого врага то все уже проверено так вот рожденный свыше получается вот такой вопрос это вообще имеет сугубо личностный характер скопом здесь никак не получится именно настолько личностные до на уровне такого ну как бы получается как бог вот действует через закона им созданный да и непосредственно еще действует да вот в в это время чудом своим и вот некое слияние происходит в буквальном смысле был мертвым стал жив то есть воскрешен да вот я хотел сказать что вот это чудо элемент а при а до этого надо по закону его состояться по закону и вот это вот сочетание но именно предназначена обязательно с работы каждого наверно сразу есть но предназначен для рождения свыше изменяется слух у человека вот допустим он находился в компании и там люди матерились человек не обращал внимание но когда он рождается выше он уже не может терпеть просто невозможно ты просто те это режет просто слух начинает резать как бы и написано же евангелие туана 39 всякий рожденный от бога не делает греха потому что семьи его пребывает в нем и он не может грешить потому что рожден от бога то есть у него уже как естество становится когда получается у него чем получается нравственная автономия сразу возникает просто гармени как минимум она и вот он объемнет уже более все ну гораздо больше объем объем не вокруг себя происходящие не замыкается так вот что то только я типа ну как бы не ругаюсь и трава не расти безразличие исчезает вот это безразличие которое делал нам ввел нас безразличие что мы все безразличны друг друг другу а ты не можешь быть безразличен это все различие получается духу православию в современном безразличие очень ярко ощущается у католики совсем другие они у них там какое-то такое но душевное пускай но братство вот протестанты а православные холодные прям до невозможности а вот это виталия вот здесь как раз видишь и любовь и все сочетается противофазе какой-то вот они холодные одновременно любви такой говорят ну псевдо на самом деле любви как во многом но это тоже нельзя так сказать и это все равно есть наверное то и то плюсов потому что но учеба сектантов протестантов там и католиков ну чё ты же самый там если начинаешь копаться то там там будешь здорово что там только не найдешь нет она все она все поверхностно и предельно на самом деле души я согласен я согласен если копнешь там все все полезет еще хуже виталия вот в москве разговаривал с католической многолетней которая ушла в итоге в православии она сказала что такого сокрытия духовных истин именно прям как она как она выразилась там как там ягод нигде не вот просто там горит просто духовные истины так скрывать грамотно что тебе кажется что ты имеешь минут так он сказал тебе всегда каш ты имеешь а тебя просто отводят будем как говорить на суррогатах таких вот он на хорошие руки попала священнику хорошему православному просто ты не как она звала глаза открылись так что везде всякое есть наверно евангелие туан 3 3 иисус сказал ему в ответ истинно истинно говорю тебя если кто не родится свыше не может увидеть царствие божие толкование кажется слова господа и книг к никодиму не имеет ничего общего со словами к нему никодима надо внимательного откроется много общего так как никодима и понятия христа я это уже читал прошу прощения но вот то что кстати рождится свыше это еще можно это вот так перевели и в принципе там два значения я говорю что нет то есть она двойное у нас перевели как она родиться свыше и это правильно а еще переводится как родиться снова и поэтому точно следующую речь никодима будет понятно когда как бы родиться снова дважды второй раз когда снова да это два и вот именно в оригинале там слова стоит которого нету на русский язык перевода которые и свыше и снова означает но у нас как бы сделали отцена свыше но это правильно и ангелит уанна 3 4 5 стих никодим говорит ему как может человек родиться будучи стар неужели может им он другой раз войти в утробу матери своей родиться и иисус отвечал истинно истинно говорю тебе если кто не родится от воды и духа не может войти в царствие божие то есть понятно почему он такой вопрос задал если понимать что такое снова родиться то он понятно почему горка а как может снова родиться чем год войдет в утробу матери суткой и родиться при прямым он прям просто понимает его обычно да 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 толкование имени царство небесное иудея никогда не слышали человек состоя из двух частей из души и тела имеет и образ рождения двучастный вода видимо принимаемый действующий к очищению тела а дух невидимо соединяющийся к возрождению невидимой души если ты спрашиваешь как вода может родить ну и я спрошу как семя которое само водообразно может образоваться в человека посему как на теме телесном все совершает благодать божия так и при крещении при крещении подлежит вода но все совершает дух и молитвенное призвание особенно присутствие бога ибо в одессе и совершаются знаки и образ погребения и воскресенье три погружения знак тридневного погребения то есть три погружения потом человек воскресает выныривает как господь нося светлую чистую одежду vicinity не а тление погрузим в воде то есть вот в воде совершать такие знаки и образ погребения и воскресенье то есть ты погружении то есть человек полностью погружается он как бы пропадает все он должен он умирает его погребают в землю они так что там на тебя воду обливают и ты никуда и не погрузился то есть это знак тридневного погребения который господь он три дня же был погребен и на 3 день воскрес и потом человек воскресает выныривает как господь на себя светлую чистую одержание тление от тления погрузив воде это важно очень вот это все выкинули сейчас абсолютно выкинули это погружение изменять по своему усмотрению произволу я вот сейчас вода да как это может благословлять в том числе греха тем самым даже ну вот смотрите 50 апостольское правило как раз вот не гласит об этом читаю она вот и защищает от этого изменений написано 50 апостольское правило ащи бы кто епископ или пресвитер совершит не три погружения в единого тайнодействия но едино погружение а у нас даже одного погружения делать просто обливают нога дай мы в смерть господню да будет извержен ибо рек господь и смерть мою крестить и ушедше научите все языки крестящие во имя отца и сына и святого духа то есть это правило четко ставит что не может быть крещение кроме как три погружения и вот мы читаем толкование как раз в этом правиль предписывает совершать крещение посредством троекратного погружения крещаемую воду причем духовное лицо не совершающий таким образом причине должно быть изверженность своего сана то есть уже тогда много было еретических сект которые неправильно крестили и и не во имя святой троицы и не в три погружения там в одно а сейчас это проникло и к нам то есть они произносят как бы слова то правильный но погружение нет то есть физического нету как правильного контакта с водой то есть об этот формула не совершается телесная какая должна совершаться словесно совершается это все с изъяном и вот что интересно есть еще такое 49 ащи кто епискали пресвитер крестит не по господню учреждению во имя отца и сына и святого дух но в трех безначальных или в трех сынов или в трех утешителей то есть но не в трех да будет извержен то есть то же самое здесь это что вот вот здесь уже запрещается не этот неправильную формулу произносить поэтому а вот этот правило сорок седьмое она вообще это защищает всякое крещение и хорошие правильно епископ или пресвитер ащи не поистине имеющие крещение вновь окре ащи поистине имеющие крещение если вновь окрестит или ащи кто от нечестивого оскверненного не окрестят да будет извежен якобы смеяющий кресту и смерти господни не различающий священников а лже священников то есть смотрите что это означает правило крещение есть необходим условий для того чтобы вступить в церковь сделать истинным ее членом оно должно быть совершено по учению церкви апостоль правила сок 9 50 мы читали и только такое крещение называется по этому правилу истина и стена и то есть только такое крещение по этому правило ст Och9 50 называется истинным то есть если оно не такое оно не истина и вот мы это читаем конкретно в толковании епископы для приспида позволять себе вновь крестит кого-либо уже получивший такое причине то есть истинное крещение в три погружения в правильной формулой священник что парочку подлежит извержение священную сана так как истинное правильно совершенное крещение истинное правильно совершено крещение 3 погружения никогда не должно быть более повторяться над ним и тем же лицом от истинного крещения правило отличает ложное крещение несовершенное несовершенное православным священником раз по учению церкви то есть в 3 погружения по учению церкви и не только не очищающий человека от греха но напротив оскверняющий его представляете что говорит что такое крещение лжекрещение которое нам преподают неправильно это оскверняет его Это и означает слова правила от нечестивого оскверненного. Относительно того, какое крещение считалось ложным во время издания, апостольский правитель говорит в 49-50 правил. Такое ложное крещение, вот допустим, тебя облили, считалось недействительным. То есть, получивший его, как бы и не был крещен. И в силу этого правила угрожает извержением епископа или священнику, который не будет крестить, принявшего такое ложное крещение, тем самым призвавшего это крещение истинным правилам. То есть, если священник неправильно крестив, то есть, ты приходишь ему и рассказываешь, что тебя неправильно крестили, неправильно было, то есть, не было погружения, и он отказывает тебя крестить, написано конкретно извержение сана должно быть за это. Потому что он, получается, признает ложное крещение истинным. То есть, и тем самым очень сильно погрешает, конечно. Может продолжать этот спектакль. Да, продолжение этого спектакля происходит. Видите, все в канонах есть, каноны все это рассчитали. И, заметьте, сказано, он не священник, а кто? В каноне. Так, где там епископ? Он не священник? Он же священник. Вот так вот. Ну вот его, значит, от руля церкви долой сразу, сразу. Ну, да, вот оно так и есть. Так это что получается? Человек, жила и уже дорос, что хочет отмыться, а его ведут еще в большую грязь, что ли? Вообще. И он думает, что он отмылся, а его грязный, ну, как сказать, дополнительным грехом еще обвешали. И в то же время опасный тем, что он думает, что он отмылся. Ну вот я все равно знаю, потому что Господь действует еще и отдельно, он помимо даже действий, потому что реально, ну вот я реально, я реально покаялся, реально я, все это реально, реально я полностью, я знаю людей, которые реально, абсолютно покаялся, реально, никогда больше не хотели грешить и все для этого делали. Но уже находясь внутри, постепенно общаясь вот и с прихожанами и прочее, начинает вот это крамольно, вот это заходить человек и вот это его разъедать, и он начинает возвращаться к прошлым грехам. То есть Господь дает по незнанию благодать в любом случае, в начале, когда человек, но потом, конечно, когда он должен узнать, он должен принять истинное крещение, когда он узнал и поймет. Вот, то есть спасение это ему не дает, но Бог-то действует, призывающая благодать, обращающая работу, никуда она не девается. Ну да, его же передыдущий шаг был же полностью искренний, настоящий. Да, это правило уже. Ну если ты узнал об этом, после ты узнал, и тем более ты возвращаешься, чувствуешь, что возвращаешься на свои грехи, постоянно одни и те же грехи твердишь на испык, не изменяешься, там, тебе слово Божье ничего не значит. Значит, ты какие-то грехи, там, куришь, я не знаю. Не можешь что-то с тобой, то значит нету, покаяния-то не было, получается. Потому что покаяние-то... Ну вот, вообще же, слабый, смотрит, истинный же вот христианство жертву требует, а здесь получается как, что... Ты не доходишь, что ли, вот этой жертвой, из-за того, что у тебя крещение не сложилось, как... Тебе не дают пожертвовать собой. Вот, вот, да, да. Потому что тебе говорят, что ты слишком немощный, чтобы для этого. Это для сильных, а ты немощный, ты не можешь пожертвовать собой. Всё. Ты в грехах там торчи. Дальше. Продолжай. Ну да. А на самом деле то, что ты немощный, ты и так познаешь по жизни-то. Тут говорили нефинничку. Так это получается, смотри как, вместо пути тебе дается колесо, и ты как белка в колесе с молитвами, и там, с раскаянием бегаешь, да? Вот так. Да. Белка же бегает в колесе, такой образ. Ну и вот, мне кажется, где-то это посередине, то есть вот это монашеское, которое человек себя создаёт, создаёт постоянно грешником. И между вот этим протестантским, что человек уже спасён, вот как раз таки путь где-то, мне кажется, в посередине этого. Человек не должен себя и заслуживать. В то же время он и не должен считать, что всё он уже спасён. Он должен считать, что он на пути на этом идёт, то есть в надежде спасён, апостол Павел говорит. То есть максимально всё и приложить усилия ради Христа, трудиться ради Него. Ну и, да, и верится. Что бы Господь сам действовал уже. Потом. Ну ему-то надо дать своё тело для действия. То есть это значит, что всё отбросит, все страхи, все перед людьми, это человек угодья. Тогда он действует. Тогда и радость, это вообще хорошо. И братьев таких тебе посылают хороших. Люди находятся. И врагов. А вот эти вот слова Христа. Из-за приумножения беззакония иссякнет любовь. И мне вот как я понял, что приумножение беззакония, ладно в миру, там постоянно беззакония на беззаконии, а именно в церкви. И потом он сказал, приду я, найду ли я веру на земле. Вот оно. Беззакония на беззаконии, именно в церкви. Всё. Беззакония, мне кажется, она в первую очередь там, где вообще закон должен быть. В этом смысл есть. Да. Нельзя сказать про какого-то сумасшедшего, что он не беззаконник. Вообще какая-то организация, где там психи, там никак не можно беззаконить. Там просто, как сказать, она такая своеобразная. Там сегодня один закон, а другой всегда закон какой-то, но беззаконник там нет. Всё вот так. А именно вот где закон должны держать, вот именно это разрушительно, да, получается. И оно и явилось так. Вот. Христово жертвует всего. Именно так. Руками законников беззакония всё творено. И принцип продолжается. Ну, наверное, вот мы видим это тотальная, прям наглядная иллюстрация этого всего. Вот Павел пишет, так выходит священник не знает каноны, но они-то, кстати, каноны-то знают. Но так, допустим, уже со самого начала их так обучают, что канонам отношения очень даже, ну то есть его поперекарают просто поверхностно. То есть они считают, что это всё, ну, всё это для сильных, это всё, ну, короче, оправдывают просто-напросто, говорят, что это всё для нас. Сейчас пример приведу. Вот точно так же себя ведут медики. Врачи, они очень много знают. На самом деле изучают очень хорошо, серьёзные врачи. Но идут на всё, и аборты, и определённые, ну, такое попущение, будем говорить, по здоровью конкретного больного. В особых случаях могут по-другому сработать, в особых случаях. Но базово, там, они действуют тоже так же по схеме, по, будем говорить, в отработанной схеме лечения. Независимо от никаких нюансов. Вот делают и всё. И людей могут, а людей уже распределяют, как говорится, кто в морг, кто на выход, кто как. Вот это обычно, и она, на самом деле, к сожалению, такая недуховная беда стала, но она общая такая во всех сферах. Евангелие Туана, 3 глава, 6 по 8 стих. Рождённый от плоти есть плоть, а рождённый от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал, тебе должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рождённым от духа. Дух говорит, дышит, где хочет, и голос его слышишь. Однако же не знаешь его направления, потому что он беспрепятственен и по силе природы имеет стремление во все стороны. То есть это речь о ветре. Дух – это ветер. То есть тут, потому что силе природы имеет стремление во все стороны. Если говорит, дышит, где хочет, то не потому, будто ветер имеет способность свободного выбора и желания, но потому, что хочет, как я сказал, указать на естественное его движение и недержимую силу. Если же не знаешь, где и как дышит ветер, сей дух, подлежащий чувству, то как хочешь уразуметь возрождение от Духа Божия? Интересно. Если сей дух не может быть задержан, то тем более не подчинится законам природы благодать Духа Святого. Слава, вот пример, да. Вот пример, Слава, у тебя-то свой личный, кто-то поделись по парусному-то. Именно так, вот ветер. И ты можешь его использовать так, что, в принципе, он тебя принесет туда, куда он дует. Можешь противостоять ему, да? Ну, заказы, прого никак не можешь. Да, а прокинуть тебя может. Вот это все, вот этот комплект очень наглядный, да? Ну, да, вот на яхте идешь, к примеру, вот же яхта, она на парусе, и это зависит от ветра. И вот ветер, допустим, ветром может быть нет штиль, но там видишь где-нибудь далеке тучу, и ты знаешь, что под тучей ветер должен быть ветер. А ты в сторону тучи идешь, чтобы попасть, найти этот ветер. Но сам ветер ты не можешь не заказывать, ничего ты не можешь. Ты только идет откуда-то, туда идешь к нему, и он, как бы, тебя несет уже этот ветер. Ну, да, приходите предугадывать, да? И вот мы знаем, что Святой Дух, он в церкви, и ты только можешь в эту сторону идти, внутри церкви, и ты там только его можешь найти, Святой Дух только в церкви, у Христа. Но как он придет тебе, и ты его не можешь ни заставить, ничего с ним сделать? Ну, да, так же и благодать Святого Духа. Кстати, ветер это настоящее тоже понятие, заходит, отходит, и здесь так же. Ну, да. Зашел к тебе, и, как говорится, отошел от тебя. Иоанна, 3 глава, с 9 по 12 стих. И Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, и ты, учитель Израилев, и этого не знаешь? То есть он, учитель Израилевой, который все это должен знать. Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы, свидетельцы наши, не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверьте, если буду говорить вам о небесном? Если я сказал вам о земном, и вы не верите, то есть ли я сказал вам о возрождении, совершающемся в крещении, и вы не приняли, но спросили как? Итак, если я сказал о всем земном рождении, и нашел вас неверующими, то как вы поверите, если услышите о незреченном рождении небесном, каким единородный сын родился от Отца? Некоторые же подземным разумели пример ветра. Иоанн, 3 глава, 13 стих. Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Не считай меня за пророка, сущего от земли, посланного Богом, учить, толкование это читать, но считай меня шедшим свыше, как Сына, а не от земли сущим. Никто из пророков не восходил на небо, а только я один имею взойти, как и не шел. Так и здесь говорит, что с неба шел Сын Человеческий, потому что он одно лицо и одна и поставь. А потом, чтобы ты услышал шедший, не подумав, что шедший уже не находится на небе, говорит, сущий на небесах. И так, услышав, что шел, не подумай, что я не нахожусь там, но я и здесь присутствую телесно, и там выседаю соцентку Божеству. То есть, представляете, вот в этих словах это все содержится. Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Кстати говоря, вот он, вот здесь, исповеданный в себе Богом, в чистом виде. То есть, он говорит, что я шел с неба, но я еще и сущий на небесах. Как это сочетать? Но только так, что ты и шел как человек, но ты и сущий Бог на небесах. Вот это я, кстати, до этого не замечал, что это конкретно означает. Такая вопрос, а он не о троечности ли он говорит, когда он говорит, мы говорим о том, что знаем, и о том, что видели, мы? Наверное, от троечность. Наверное, от имени, от имени. Да. Да, да, да. Поспать и всех трех, говоря. А как он, да, еще может договорить, вот действительно. Ну да, бог же, он содержит все, у меня как бы вообще. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельство о том, что видели, а вы свидетельство наше не принимаете. Ну, действительно, только мы, он так говорит. Ну, дали, что мы, мы вот из большой буквы написано. Если бы было в отрочице, возможно... Ну, а толкование, что написано там? Есть толкование? Я сказал вам о земном рождении. Так, о возрождении, совершающем крещении. Вы не понимали, как. Итак, если сказал вам о всем земном рождении, и нашел вас неверующий, то как так? Ну, тут толкование это не говорится. Ну, вот, правильно, тут тоже писал, возможно, апостолы, христиане. То есть, он просто говорит, как от имени апостолов. Да, не, не, не. Если не написали с большой, то это не значит, что он... Ну, это значит, что сами переводчики так не понимали, вот что это значит. Ну, может быть, потому что, ну, во многих же местах именно о множественном числе говорится, по образу нашему и по подобию нашему. Ну, там о троечности не говорится, что именно три, но множественное число, правильно? Ну, как-то так вот. Ну, да, а там какое стоит, нашего с большой буквы или нет? Да, нет, я думаю. Мне кажется... Ну, надо посмотреть. Да, ну, сейчас я посмотрю. Ну, вот, сейчас посмотрим. А, ну, сейчас так напишу подобию. Большое. И сказал Бог, сотворим человек по образу нашему и подобию нашему. И да владычество одни над рыбьми морскими, и над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всех гадами и смыкающими. Да, это по подобию нашему. А вот еще здесь надо посмотреть. Вначале сотворил Бога неба, но здесь, да, все правильно. Так вот, сущий же тоже получается, одно из имен? Ну, как бы. Конечно, да, это есть. Сущий его, как бы. Я есть сущий. Поэтому сбои за большой всегда так же. Бог сказал мы себе, то есть это и есть, то я есть иегова. Или яхвы, что? По-разному его произносят. Но переводчики в синодальной перевели, иегова. Тоже отбрасывает слово, допустим, а Господь есть, Бог Саваов, сущий, иегова, имя его. Сейчас сектанты заняли это слово, и теперь уже люди думают, что иеговы, они чуть ли не имя дьявола. То есть похулили просто сектанты его, а нам никто не разъясняет, что это действительно имя Бога. Да, да, они его первые, как говорится, подобрали. Да, я слышал, там кого-то спросили, и тот говорит, да это имя дьявола. То есть, представляете, как ввели в такую хулу мощную. Надо же это людям рассказывать, что иегова – это имя Бога, действительно. Ну, а они ссылки делают, знаешь, на Ветхий Завет, и смотрите, какой ваш Бог кровожадный, там кровь проливает, что такое. Да нет, я говорю вообще про незнающих, вот которые просто, которым в свете иегов встречались, они ничего не знают, ни в церкви, ни вигде. А язычники, да, для них все время вот этот, это Бог, они говорят, это ваш Ветхозаветный. Они ничего не понимают, вообще ничего, не читали ничего, никогда. Так, продолжаем. Иоанна, 3 глава, с 14 по 15 стих. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующим не погиб, но имел жизнь вечную. Ключевой стих. Сказав, прежде о возрождении через крещение, говорит, потом уже и о благодеянии, совершенном для нас через крест. Ибо крест и смерть – причина благодати, подаваема нам через крещение, так как при крещении изображаем смерть Господню. Там подобие змеи, имеющей вид змеи, но не имеющей яда, так и здесь Господь, человек, но свободный от яда греха, пришедший в подобие плоти и греха, то есть в подобие плоти, подлежащей греху, но сам не есть плоти греха. Тогда взирающие избегали телесной смерти, а мы избегаем духовной. Тогда повешенный исцелял от ужаления змей, а ныне Христу исцеляет с язвы от дракона мысленного, то есть от дьявола. Вознестись, понимая так, быть прославленным, ибо крест стал поистинной высотой и славой Христа. В чем он казался осужденным, тем осудил князя мира сего. Объясню несколько. Адам умер по справедливости, потому что согрешил. То есть умереть за грех – это справедливость. Господь убер не по долгу справедливости, потому что не согрешил. До распятия Господня смерть справедливо властвовала над людьми. А как Господь оказался безгрешным, то дьявол что мог найти в нем заслужащего смерти? А как он был умершлен несправедливо, то победил умертвивший его, и таким образом освободил и Адама от смерти, справедливо подчиненный ему, как согрешившему. То есть он заменил собою Адама, можно сказать. Мы должны были погибнуть за свой грех, а он погиб за наш грех, будучи сам безгрешен. Но думать уже надо, обязательно надо об этом продумать и полностью это понять, и вместить в себя то, что мы должны умереть за наши грехи, за любой грех, который должен умереть, потому что закон это так гласит. А Господь умер, то есть он взял этот грех мой на себя и умер за него, за этот грех, то есть за меня на кресте. То есть он заплатил за него, и мы, естественно, как бы я ему должник становлюсь, он за меня заплатил на этом кресте. И знамением, что действительно через это приходит спасение, и было воскресение из мертвых. Он показал, что этим самым, что мы спасены. То есть он за нас заплатил и воскрес, и выбил еще людей из ада. И мы этим самым спасены. В полноте, да. И вот, если мы примем эту жертву, и... Да, если мы крестимся полным погружением. Ну, это понятно. Будем веровать и крестим. Как обкрадывают людей, ну, попы нерадивые. Это же ужас какой-то вообще. Ну, у тебя, Виталий, кроме попов, вообще нету, что никаких слов нерадивых. Уже понятно, что они нерадивые. Все понятно, кстати. Ну, просто когда вдумаешься в это, ну, насколько вот этот тотальный обман идет, просто, ну, я не знаю. В смысле, Виталий нерадивый, нерадивый, слышали. Так, давайте дальше. Или давайте у кого-то можешь что-то сказать, добавить, какие-то вопросы. Уже время подходит, сейчас мы где-то позанимались, можно и пообсуждать. Сегодня меня на работе, этот, ну, вчера уже вечером заставили объяснительную писать по поводу моей бороды. Ну, то есть, развернули там этот маховик взысканий, всех настроили против меня. Ну, как, они не настроены, они все за меня, там, из-за, ну, таких ближайших людей. Там, старший смены, ему на меня донос, как вы приказали написать. То, что, ну, такой смешной еще донос, что, говорит, я пришел на работу, ой, точнее, я пришел, ну, типа, меня пишут, пришел на работу с нестриженной бородой. Ну, и вот, и все на этом. То есть, как будто у меня эта борода выросла за ночь. Говорит, но на мои, то есть, обосновывает тем, что, ну, обосновывает это религиозным убеждением. Ну, все, в принципе, нормально, ничего такого, нейтрально написал. Нормально. В итоге я сегодня написал, объясните, ну, где-то на 3, а 4 листа. Все, и пошел это все, сдал, зарегистрировал. Где-то на следующей неделе там будут состояться комиссии, там есть специальная по, составляется, по нормам, как там написано, по нормам, нормам. Ну, короче, эти нормы какие-то там, поведение, одежда там и прочее, комиссия составляется, которые вот мне будут делать уже замечания, потом, то есть, с кем такое замечание, выговор, а потом увольнение по статье. Вот, как они так хотят, это провести. Я, вот, если что, у меня, я могу даже зачитать мое объяснительное, я сейчас вот ее, у меня она где-то есть, присылал. Самое главное, что все бегают, начальство, я говорю, пытался поговорить с кем-то еще, еще это убегают, больше минуты одной не говорят, все сбрасывают друг на друга. Да ты как бельмо в глазу, у них уже там. Ну, вот, объяснительно, я инспектор ГБР, САП, Семенов Вячеслав Сергеевич, 1704-90 года рождения, то есть, являюсь глубоко верующим человеком, христианином, и вследствие этого не порчу свою бороду, а они мне-то приписывают, что там я и там не ухаживаю за, ну, всякое, небрежное, ну, то есть, такие слова применяют, я тут применил, не порчу. Так как это предписывает заповедь Божия, написанная в книге Левит, 19 глава, 27 стих, не порти край бороды твоей. Это соответствует благочестимому виду любого верующего мужчины и обеспечено 28 статьей Конституции РФ, которая дает право действовать согласно своих религиозных убеждений любому человеку. Статья 19.1.2 обеспечивает защиту моих убеждений запретом на любую дискриминацию по любым качествам или критериям, за исключением деловых, что также закреплено статьей 3 Трудового кодовского РФ. За время выполнения моих служебных обязанностей замечаний ко мне не было и претензий к деловым качествам тоже. Согласно положению о группе быстрое реагирование, основной целью ГБР является оперативное реагирование на ситуации, связанные с нарушением мер транспортной и авиационной безопасности, а также предотвращение АНВ, то есть акта незаконного вмешательства в гражданскую авиацию, чрезвычайные кризисные избойные ситуации. То мой внешний вид никак не влияет на выполнение моих обязанностей по службе и реализации данных целей. Борода мне дает преимущество во всех отношениях. Я нахожу общий язык с любыми религиозными группами именно по причине непорченной бороды, что облегчает мне работу с конфликтными людьми и вызывает доверие в адекватных людей. Из практики стоит отметить, что буйный конфликтный посетитель при виде человека в форме с бородой успокаивается. Это повышает качество моей работы и удовлетворяет пункту 1.3 правил внутреннего трудового распорядка. Там гласит, что должен повышать качество своей работы. Наличие верующих людей является нормой для любого предприятия, так как верующий не пьет, не курит, не матерится, не лжет, что соответствует основной цели стандартов корпоративного поведения. Напротив, курящий пребывает в постоянном стрессе и желании покурить, постоянно отвлекаясь от работы и прося подмены у других. Пьющий же всегда с плохим настроением, если впереди не намечается застолье. Матершинник же при любой форс-мажорной ситуации выдает порцию скверных слов и тем самым подает имидж аэропорта. Сколько таких сотрудников работают в аэропорту и что они все лучше и надежнее, не курящего, не пьющего, не ругающегося, но с бородой человека. Это нарушает все принципы здорового коллектива, понижает общую нравственность и мораль. От непорченной бороды еще никто не погиб, а от вредных привычных гибнут сотни миллионов, разрушаются семьи и предприятия. Среди сотрудников аэропорта есть люди твердых религиозных убуждений, покрывающие свою голову платком, и это не вызывает никаких упреков, хотя формально и может явиться нарушением внешнего вида. Отсюда я делаю вывод о двойном стандарте в отношении меня. Для международного аэропорта Казань, находящегося в столице, где мирно уживаются две мировые религии, вдвойне почетно иметь сотрудников разных религиозных предпочтений. Исходя из всего вышесказанного, прошу принять взвешенные решения в отношении меня, не накладывая никаких штрафных санкций и дисциплинарных взысканий, так как это может негативно тратиться на имиджи аэропорта и его деловой репутации вследствие широкой огласки. Сам я всегда честно работал и работаю в аэропорту, дотошно стараюсь исполнять все свои обязанности и претензий к руководству, жалоб заявлений не имел. Наоборот, меня все устраивает и я привожу в пример заботу предприятия о людях. Вот такая объяснительная я написал, сегодня подал на генерального директора. Но оно не дойдет, конечно, до него, оно на уровне персонала остановится. Но, в общем, там маховик закрутили. Если будут мне объявлять, вот сейчас замечание по этому, конечно, я это буду обжаловать уже однозначно. А так формально они могут меня, да, потому что у них там есть пункт, с которым гласит, что должен быть либо выбрит, либо аккуратно постриженные бородки. Но это, на самом деле, противоречит Трудовому кодексу. То есть, по сути, они могут меня штрафовать, но уволить за это не могут. Так юристы говорят. Как реально, то еще посмотрим. Вот такие дела, братья. А ты говоришь, у тебя специальность есть там, да, какая-то, ты лекарь? Ну нет, это мое хобби. Но у меня образование, которое я сейчас закончу, там оно входит в спортивную медицину. Я думал, ты какой-то, лечебный, лечебный этот, а так-то я просто много лет, 10-то просто интересуюсь этой темой, занимаюсь. Ну вот это бы, ну, на мой, ну как, на мой взгляд, вот это бы польза-то больше обществу принесло, чем ты там ходишь по стойке смирно, там порядок наводишь. Да, я знаю, знаю, да, что так и есть. Ну, тут уже явно мое время приходит к концу на этой работе, это однозначно. Я уже и сам об этом думал. Меня как бы принудили писать, хоть вначале мне стали угрожать, что, ну, типа, по статье, ну, ты давай, типа, разберись с этим, напиши заявление по собственному и все, уйдешь. Ну, то есть, вначале меня просили, чтобы я бороду побрил, то есть, согрешил. Потом просили, чтобы я заявление по собственному желанию, то есть, я, чтобы согрешил, я бы наврал, у меня нет желания. Ну, бог все равно каких-то людей своих выставляет. Ксения Юрова вчера просто, она сказала какому-то родственнику своему, а тот оказался недалеко в терминале от работы, он говорит, что, говорит, я за тебя это скажу, там слово кому-то позвонит, каким-то начальником, я говорю, ну, как хотите, я буду благодарен. Но, говорит, если что, говорит, мы тебя себе берем сразу же. Резюменте, типа, готовь сегодня. Вот такие дела, то есть, бог выставляет тоже свое. Ну, да. А длина волос на голове рекламентирована? Кстати, надо почитать. Возможно, это, возможно, все возможно, все регламентировано. Слав, да? Сейчас вот, с чего начали, буквально вот нашел место одно именно по таинству церкви, крещению. Господь сказал, кто близь меня, тот близь огня. Таинство церкви – это огонь, который несет с собой жизнь и смерть. Апостол Павел прямо пишет, недостойно причащающийся, часто умирает. Очевидно свидетельство, что таинство требует благоговейного отношения. Худший вид атеистов – это крещенные безбожники. Само крещение будет обличать их на страшном суде. Вот для нас вот определенные такие вот вещи. Ну, да. Так же вот как иезуиты думают, что если три раза облить мусульманина, проходящего под окном дома, давно все знают, то мусульманин будет крещенным. Все, просто тихоря его. В смысле, настолько не зависит от личности оно как будто. Полностью просто облили его и все, три раза. Ну, вот такое же, собственно, и сейчас отношение. Пришел, деньги заплатил, тебя облили, и все, крещеный. Точно, пример хороший. Да, да. Это все равно, что действительно человек просто идет мимо, ты его три раза облил с формулой правильной, и все. Благодать крещения не стирается, но становится грозным обличением того раба, которому было дано многое, но если ведь неправильно сделано. Поэтому подразумевать должно обязательно то, с чего мы начали, покаяние в слезах, крещение в слезах. Ну, как мы знаем, крещение – это завершающий этап. Сначала должно быть покаяние, осознание грехов, а потом уже крещение, научение, и потом последний момент уже крещение. Ну, как у нас было. В закреплении, да. Да. Да, как уже этот, как печать уже, за тем, за тем подписался дух, наша душа и дух. И потом Дух Святой дает свои дары. Ключ к дарам, да, которые, наверное, даже присутствуют, да, в таком состоянии. Как бы... Ну, давайте дальше тогда прочитаем стих. Иоаннгелия Туана, 3 глава, 16-18 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Нюх не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Любовь Бога к миру велика, и до того простела, что она дал не ангела и не пророка, но Сына Своего, и притом единородного. Велико, недомыслимо для человека, что всякий верующий в Него получил два блага. Одно, чтобы не погиб, а другое, чтобы имел жизнь вечную. И притом имел жизнь, и притом вечную. Так как два пришествия Христова, одно уже бывшее, а другое будущее, то и о первом пришествии говорит, что Сын не послан, чтобы судить мир. То есть это речь о первом пришествии, когда говорится, что Он не послан судить мир. Потому что если бы Он для всего пришел, то все были бы уже осуждены, так как все согрешили, как и Павел говорит в Риме 3.23. Но преимущественно для того пришел, чтобы спасти мир. А второе уже пришествие будет решительное для того, чтобы судить всех и воздать каждого по делам его. этот момент думаю понять понять и на всем что здесь говорится именно когда говорится не послан был бог сына с его мир чтобы судить мир это говорится о первом пришествии то есть первое пришествие было для спасения мира второе будет для осуждения мира для суда евангелие тивана 3 глава 18 21 стих верующий в него не судится они верующий уже сужден потому что не уверовал во имя единородного сына божия суд же состоит в том что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму нежели свет потому что дела их были злы ибо всякий делающий зло и ненавидит свет и не идет свету чтобы не обличились дела его потому что они злые а поступающий по правде идет свету дабы явно были дела его потому что они все в боге соделаны вот интересно дашу действительно как это проявляется от многие боятся камер чтобы снимали свою жизнь показывать а почему это откуда этот страх если ты не делаешь ничего греховного ничего достойного осуждения то чуть тебе бояться наоборот пусть люди смотрят на все это пусть учатся от этого а вот это заложено почти вот у всех людей это страх перед камерами страх сказать страх чтобы вскрылась раскрылась это а бог говорит что делающий зло и ненавидит свет не идет свету чтобы не обличили дела его то есть этот страх только для того чтобы не обличили дела его нечестивый бежит когда никто не гонится за ним а праведник смел как лев вот да именно так и есть их слона все решают они там калуарно там у себя там что-то решают не на ковер не вызывает так вот не спрашивают тебя не дают не ответ а если дают то максимум чуть-чуть сразу все и уходят убегают а там между собой все порешали уже до темные дела свои им это не нравится что это все как бы будет раскрыто от меня вызвать на комиссию до когда там в четверг или когда я приду поставлю штатив и поставлю телефон на съемку до включу микрофон и открыто будет это все историческое только историческое записано как то что они со мной беседуют о чем что я отвечу а то чего не там на говорят самое интересное знаете когда-то все началось гонить а на бороду у меня я вообще никогда не включал диктофон практически никогда а в этот день я чувствую у меня прям сердце это душа как-то для чувствуешь учет не то и включил думаю на буду как включать теперь отныне я буду приходить на смены включать на 12 часов сколько смена идет диктофон и включил его потом думаю что-то надо скачать приложение приложение скачал который записывать замки все думаю ну и все и в итоге в этот день как пошло-поехало именно в этот день как началось и все записалось на мой главный на микрофон на всякий случай мне уж что было учитель на всех чтобы ударить и так вот что пишет толкователь что значит верующих сына не судится неужели не судится если жизнь его не чисто весьма судится вот я слышал от сектантов они говорят что типа христиане они над ними не будет никакого суда и вот они это место тоже говорит но это это место приводит они тогда считают есть еще несколько мест которые так понять можно но это юридически потому что по поступаю говорит что каждый будет судим по делам которым он делал в теле то есть каждый всякий игр то есть и христиане в том числе просто который не верующий но он уже осужден то есть там даже судить ты нечего будет неужели не судится если жизнь его не чисто весьма судится кита 116 сейчас прочитаем вот да вот они говорят что знают бога делами отрекается будучи гнусны и непокорны не способны никакому доброму делу они знают бога делами же отрекается впрочем здесь говорит о том что не судится по тому самому что уверовал то есть по этому вопросу он не судится именно потому что хотя в злых делах отдаст самый строгий отчет но за неверие не наказывается уже потому что за один раз уверовал то есть это речь о том что не судится что он за веру уже не будет судиться а это говорит о том что неверующий уже осужден во первых потому что и самой неверие из осуждения то есть уже человек осужден от этого ибо быть может ибо быть вне света одно только это величайшее наказание потом хотя здесь и отдается еще в гиену но здесь соединил все что доводит до будущего наказания подобно тому как и убийца хотя бы не был приговорен к наказанию приговором судьи осужден сущностью самого дела то есть вот он убийца еще приговор то на нем судья то не нанес но он то уже убийца в любом случае он уже осужден своим самим своим делом то есть и без приговора и адам умер в тот же день в который вкусил от запрещенного дерева хотя он был жив но по приговору и по существу дела был уже мертв и так всякий верующий уже здесь осужден как несомненно подлежащий наказанию и не имеющий прийти на суд подсказан не воскреснут нечестивые на суд ибо от нечестивых не потребуется отчет как и от дьявола они воскреснут не на суд а на осуждение так и в евангелии господь говорит что князь мира сего уже осужден евангелие 2 на 16 11 как потому что сам не уверовал так и потом что его сделал предателями прочими приготовил погибель вот интересно да вот когда библию читаешь а просто читаешь святых отцов то все время какие-то разные мнения но один святой отец так и другой так один говорил что там они говорят отдел может покаяться они говорят ну нет дело не может покаяться другие говорят что ну неизвестно там какие-то были то есть дьявол уже осужден то есть он уже осужден все он уже не покаяться он осужден у него для него да он закрыта просто для него закрыта он уже закрылся по полностью вот если ссылки бы были всегда написание люди бы знали уже твердо истины то есть не было бы всяких таких разночтений а там главных вот очень хитро они никогда не пишут где это написано и слово божие только мостик пишет а и где слово больше не написано я когда жила в греции в афинах там святой троицы там есть в центре афин есть храм ему тысячу лет это постоянно пишут святые отцы мирянам там изречение слова божья стих и не написано где это написано там галатом офисе она там глава и какой стих ничего не пишет только стих это я уже потом уже когда после гнать этих начал веровал я потом еще была в греции я обратила внимание они там все пишут да ну как они понимают и стих писания не цитирует но нигде ничего не написано хитрые такие вообще вот отсюда ты этот шанс эти споры вытекают вот эти все постоянно какие-то богословские и главное эти все монахи вот они с афона там спорно во всех этих храмов афинских да особенно в русских приходах там где есть русские очень много туристы приезжают очень много там постоянно из англии отсюда они на 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 английском на русском там пишут там свои труды и стихи из писания и все партизаны не говорят где и откуда это меня вообще в это прям шок привело это лишь говори а ты по канонам можешь быть священником я ну сейчас да могу ну я просто спросил а вот вопрос еще такой славе слав могут как сказать оппоненты на твоей работе призвать на разбор батюшку и уже соответственно там обделать дела уже на твоем языке они тоже батюшку там феофан там митрополит феофан постоянно они могут у него что то спроси я и говорю вот тут уже вообще интересно тоже юристы юристами они видят что тут как бы скользко не знаю на на какую сторону станет нет если кто призовет на ту стоянку я беру слава то он будет держать сейчас пока нет да нет нам это их не интересует я знаю они просто формально подведут меня под нарушение пункта и все пусть им хоть десять придешь причин противоположную сторону они ни одно не приведут но просто формально тебя приведут по и все чтобы не разбираться просто с этим вопросом это же надо быть как бы участвовать а тут же это же понимаешь сразу осуждение то есть они как бы неправильно делают то дела и надо быстрее от этого убежать быстрее от него скрыться от этого дела как-то чтобы она не не тревожила их господь что инициативу до этого как ты говорил не от твоей службы пошла с боковой ветви до начальник полиции там увидел что сбора вы и все начал капать на моем очередь господь вводит подлежащих наказанию дающим отчет господь вводит и подлежащих наказанию дающими отчет то не удивляйся во первых потому что говорим и есть притчи а говорим и в притчах не нужно примать все как законы и правила так чудо не понимаю господь вводит и подлежащих наказанию дающими отчет то не удивляйся во первых потому что говорим и есть притчи а говорим и в притчах не нужно примет все как и законы и правила ибо в день тот каждый имея непогрешимую судью в совести не потребует другого влечения но пойдет связанный сам от себя во вторых потому что господь вводит даю вводит дающим отчет не неверующих а верующих но не сострадательных и не милостивых ну вот смотрите какая не стала допустим да вот был случай я знаю вот у меня у тещи там мать умирала у нее ей у нее был рак у матери и уже было понятно врачи сказали что через месяц она умрет примерно но она сама думала что сейчас у нее пройдет ну она болеет просто и пройдет как обычно проходит болеть какая-либо и самое главное верующие родственниками в том числе и теща моя ничего им не говори ей не говорила насчет то что она умрет а у нее был куча всяких заблуждений всяко она там верил она как православный считал в то же время велого в реинкарнацию то есть такие был куча будь то есть куда человек пойдет с такими заблуждениями то и ей близкие родственники настолько не они не милосердны не милостивы не сострадательны не говорили о том что она умрет и встанет на суд и не вразумляет у я когда узнал игру ну вы чего говорю вы должны просто обязаны приехать и только этим вопросом заниматься а у него одно ну вот я хотела батюшку позвать чтобы он причастил там и споведу и все ну то есть никаких никакой сострадательстве к душе нету абсолютно не милости не сострадательное отношение к душу то есть из-за того что она расстроится из-за этого ты ограничиваешь правду божию правильно как игнат тихович говорит что ну если ты сказал правду человек ожесточился значит и был послан богом чтобы ожесточить его нельзя себя ограничивать никак в этом деле то есть конечно дано верующие они когда сказать и что с одной неверующей вообще ну а не делать так тело подавили человек ну итоге послушала на меня и сделал то пошла и действительно все сказали а так она еще не умерла что ли это же умерла все умерла а но они сказали все да успели до поговорили с ней я в принципе у него от этих старых заблуждений ну как вот мне передали она сказала ягод тут и двое не помню все вот эти ну а как реально что там был я не знаю потом батюшку был приглашен они там пообщали наверное причастил умерла потом во время ты спохватился вот сергей правильно говорит как правило такие люди просто не научены и все чаще всего так вот действительно не научены же но не научно листить привыкли другу мы просто не наученным и как бы это считаем за любовь вот я к владимир главину ездил там вообще все абсолютно вот мы с отцом ездили ну абсолютно такую обстановку вот самая такая открытая ты приходишь все улыбаются с тобой всех очень дружелюбно и говорить там очень легко это вот кстати плюс то есть я отец владимир он он так тебе дает и говорить и все у него это все есть а вот этого нет вот этой правды сказать то вот это вот нет она скрывается там из общины у них человек это семья одна уходила но все они сказали что мы уходим и они такие говорят ну все ладно уходим все мы хорошо старо остаемся все нормально они но они говорят мы уходим потому что мы чувствуем что для нас тут не спасительно но не что вот мы туда в мир а я спросил а вы можете что конкретно для вас не спасительно а что спасительно для вас в миру будет они сказали ну вот для нас это то что мы на на виду у всех как пример для всех мы не соответствуем этому ну то есть от света убегание от света и как не разбирается этот вопрос я знаю если было потерять такой вопрос то там ну на там так глубоко это разобрать этот вопрос какая причина ведь виноват это кто-то виноват же в этом почему уходят люди почему он ушел что-то надо в нем причины или еще что-то может в этом во всем разбираться а я для этого надо не бояться не об лечении там ничего не прочего это же лечение вот этого там вообще очень жестко не хватает все такое на любви и такой мнимый на личности но этим этим только игноти конечно занимается больше там никто не вскрывает ничего но она вскрывается автоматически все равно а потом разбирает это игнотикнуть она скрывается там жал люди то другу то они приходят игнотикнуть и говорят так то так то вот тот тот произошло игр думал авто будет дороже ты может рассудить другой никто не сможет рассудить да и самый главный обид ты никакой не не должно быть даже никакой обиды это наоборот ближе человек становится все открыто ничего не скрыто мысли какие у тебя плохие начали появляться ближним ну ты разберись с ним начинаешь говорить скажи вот у меня такие то мысли он он тебе даст отчет а когда эти накапливаются мысли для даже пожени я знаю раз там уже не туда смотрят примере смотрю так глаза прячет ну думаю что-то значки то мысли пошли и все разбираться начинаешь все там разберешься все делал повержен все отошел делал а вот он мутит именно дела вот эти вскрыто все а когда все высвечиваешь на свет то все решается вопрос начали же все через вы через мысли идет таится человек начинает таится ровно роптать они разбирают то есть хотя все открыты может разобрать настоять на своем да там сказать ну что я так считаю ну зачем уходить там убегать от этого и там все скрытое раскрытие полным и только ведет худшему игнатих же говорил у них сообщили кто ушел все погибли в миру ну то есть все мертвые стали абсолютно не было такого то есть если тебе бог дал лучше и ты хочешь этого лучше у тебя там дальше только пропасть ну да со спасительного стези шаг в сторону и ради чего ради чего из того что просто там нет он что-то не нравится на какие такие там вообще да ну вот на самом деле игнатикович уже там есть старожилы в общинах и в той и в той общине которых он уже просто не трогает ради ну там не знаю ради временных каких-то вещей что пускай не остаются не работает с ними одним словом это очевидно а если бы работал он бы вообще один остался ну так я утрирую конечно мне ну смотри вот сыгрем думу новом они сколько жили чипском 14 лет вместе чего он его не знает что ли почту вы но вопросами это все там уже пройдено не буду ничего говорить про дагунова ну этот уже время то половина давайте сейчас так сейчас изберем кто помолится кто сегодня участвовал виталий ты уже молился не не помню да да братьям да и братьям сестрам так тогда давай все сейчас закончу и потом давай пап ты помолишься слава отцу и сыну и святому духу и ныне пристая валейки веков они достойны есть якобы истину блажите тебя богородица присноблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую в без сравнения с трафим без искления бога слово родшую сущим богородицу тя величая давай по помолись поблагодарим бога за встречу своими словами надо своими словами господи спасибо благодарим тебя за встречу нашей в интернете по душам по мыслям нашим по переживаниям нашим за слово твое дело твое и спасение господи низкий поклон и благодарим все твои старания по душам нашим господи защите родину нашу от нашествия и напременников я сейчас хочу некоторые элементы молитвы брата виктор от внутренних расприя беззаконий останови делающих зло просвети правителей наших к принятию мудрых законов и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине и помоги нам помочь им обратиться к истине чтобы любовь божественная коснулась каждого сердца священники служащие не как должно и допокаяться в небрежении своем и проповедует смело всем нам и на славном об иисусе христе господи праведно суды твои над россией за то что оставили тебя и слова твое изреченное святой библии прости нас господи владыка жизни что сокрыли имя твое и егова дух святой да наставит нас не признавать никаких других богов боже а вы отче господи научи нас семикратных день прославлять тебя и суды правды твоей тебе хвала честь и поклонение пресвятая троица отец сын и святой дух аминь аминь такая хорошая какая молитва ты скинь ее потом да я так уже быстро просто с одного раза от руки написал как увидел в ролике самому только мне понятно она ладно я напечатаю спасибо спасибо братья благодарю вас у меня только вот эти встречи меня и как бы вообще спасают я бы загнулся морально духовному из таких встреч конечно написано же в общении обязательно надо общаться потому что ну мало ли что что у нас там в другую какие-то дьявол на кого-то там накинется может кто-то куда-то будет впадать какие-то грехи надо общаться выдавать это рассказывать другу чтобы мы могли друга исправлять помогать молиться не скрывать не надо вот у кого какие-то происходит проблем вы не скрывайте пишите чтобы молились друг за друга все чтобы мы были соединены этим братолюбе братолюбе развивалась братолюбе скрытость и вот этой чтобы не было помощь оказывалась не скрывайте это все пишите что у кого что происходит чтобы мы знали что там все все ли нормально с братьями все ли нормально сестры давайте через полчаса я позвоню вечерняя молитва будет кто хочет будет участвовать я почему через полчаса мне покушать надо ничего не ел уже там не знаю 10 часов если хотите может если сейчас да давай подождем